Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня будет видео, необычное видео, которое уже даже просят мои подписчики, чтобы я сделала это видео наоборот. Видео, макияж наоборот, а не видео наоборот. Хотя было бы прикольно, если бы сейчас мы видео еще и наоборот сделаем. Ну тогда вы ничего, наверное, не поняли, поэтому мы сделаем макияж наоборот. Вот, и на самом деле я давно уже смотрела это видео, еще Диана его делала два года назад, и думала повторить, не повторить, попробовать на себя такое. Ну, как-то не дошли руки, но раз вы начали уже просить, и я смотрю, что уже начали делать некоторые люди, думаю, да, сделаю-ка я, попробую, что из этого выйдет. Мне тоже интересно, мне тоже интересно, тем более я люблю такие смешные видео, их давно уже не было у нас после челленджей этих едой, макияжей, детской косметикой и так далее. Потому что если будет что-то интересненькое, вы тоже говорите мне, если мне эта идея понравится, я обязательно тоже сниму. Итак, поехали! Я сейчас не накрашенная. Начнем с лица. Что я делаю? Обычно я наношу биби-крем тон в тон к лицу. Я взяла сейчас самый темный биби-крем, который у меня есть, горенье, и нанесу его. И обычно я наношу все равномерно, а сейчас я нанесу все неравномерно. Получилась такая масочка у нас, да? Ну, должны такие, знаете, как на стенах делают аппликации, вот у нас такие аппликации должны быть, то есть у нас должно быть неровно. Все. И всегда я делаю так, чтобы у меня лицо отличалось от шеи, а сейчас мы сделаем наоборот, чтобы... Ой, чтобы лицо сливалось с шеей, а сейчас мы сделаем наоборот, чтобы отличалось. Дальше. Боже мой, я же ее потом это все буду смывать. Мне уже противно такой слой. Дальше. Консилер под глазки. Обычно я делаю консилер под глазки, ну, вот такой вот, да, натуральный... Ой, ой, стволик упал, молодецкий. Натуральный или что у нас? У меня синячки, допустим, под глазами, да, их замазывают... Каким? Вот, по-моему, вот этим цветом, не помню. Но давайте сделаем... Синяки же никто не замазывает фиолетовым цветом? Ой, а может замазывать. Я знаю, что красное замазывает зеленым. А вот таким я никогда не красила. Давайте попробуем. Под глазами мы сделаем вот этим цветом. Я даже не знаю, какого он цвета. Боже, фу, какой болотный. Интересно, что он замазывает. Мамочки! Я как будто под комточку. Я как будто больная. Ой, вообще, по идее, нужно было намазать вот здесь, наверху. А, ну я и вверху, и внизу мажу иногда. Давайте. Как бы наоборот мы делаем, да? То есть мы обычно внизу мажем, а тут мы наверху намажем. Боже. Это макияж больного человека, в общем. Ну, больного, в смысле, по-настоящему. Следующий атрибут, это у нас будет... Давайте сделаем брови. Брови я обычно накрашу прям по тону своих бровей. Даже стараюсь не темнее быть. И крашу у меня всегда на концах более они темные. Затемляю уголочки. А вот здесь я практически не трогаю. Сейчас мы сделаем наоборот. Я возьму черный карандаш, каким никогда не крашу свои брови. И затемню вот здесь, а здесь трогать не буду на концах. Я, кстати, говорила вам, что мой сынуля уже переворачивается. Вчера ночью он перевернулся в первый раз. И вот он у меня теперь крутится, лежит. Нужен только глаз да глаз. Но я его положила, так удобно. На боку лежит вот такой вот он. В общем, мы вот здесь вот затемнили, а края совершенно не трогаем. Так как я вообще никогда не делаю. И теперь же мне понравилось у одной из блогеров, кто делал идея. Когда мы пытаемся уложить брови, мы их стараемся укладывать аккуратно по росту брови. Правильно? А сейчас мы сделаем наоборот. В другую сторону их попытаемся уложить. Ой, у меня коричневая еще. Добрая. А, обычно я убираю то, что здесь попадаю лишнего. А сейчас не буду. Все поправляю, если что-то некрасиво сделаю. И сейчас не буду поправлять. Что у меня они такие нормальные, не хотят. Не хотят другую сторону ложиться. Ну, размазывались. В общем, вот такая я получилась. Непонятная. А знаете, что я решила? Обычно я делаю бровки такие не сильно толстые, а сейчас сделаю сильно толстые. Наоборот, сделаю потолще. Вот тут особенно. Не идет, да, темный цвет правее? Дальше мы приступим к контурингу. Да, наверное, надо было приступить к нему чуть пораньше. Но ничего, мы же делаем все наоборот. Если мы делаем раньше, значит мы сделаем это позже. Итак, контуринг. Обычно мы высветляем переносицу. Мы ее затемняем. Сейчас. Ой. Да? Мы высветляем лобик. Мы его затемним сейчас. Как плотненько ложится на тональный. Я как будто трубочист. Здесь мы высветляем. Дальше. Мы высветляем вот здесь. Мы высветляем вот тут. Мы высветляем над губой. Моя любимая. Я придумала еще один вариант увеличить губу. Посмотрите. Не обязательно хайлайтер. Можно и этот темный корректор нанести. Под низ. Кстати, я внизу тоже высветляю. Немножко. Ну, реально они станут больше. Ну, согласитесь, они же больше стали губки. Надо попробовать как-нибудь. Не засветлять, а затемнять. Ну, что еще? А, и подбородок. Подбородок я тоже немножечко бывает. Хайлайтером там чем-нибудь светленьким сделаю. У меня как бы борода усы получила, да? Так, дальше. Теперь мы идем по высветлению. Высветляем мы бока. Для высветления, кстати, хайлайтер не... Хоть и профессиональный макап forever, но у них какой-то вот этот светлый, он какой-то... Как не светлый, что ли. О, а давайте нанесем хайлайтер туда как раз-таки, куда мы... Ну, это тоже хайлайтер, только мы вот этот вот хайлайтер, который светящийся, нанесем туда, откуда не положено наносить. Именно на светлые, вот прям розовенькие вот возьмем. То есть по скулой, где у нас обычно затемняшки. О, блестим. А, ну и вот здесь вот эти места. Обычно затемняем, но сейчас мы их высунем. Ой, а у меня же есть этот жидкий контуренький я делала когда-то. Так всем нравилось. Столько положительных отзывов было. В кавычках. Ну, я думаю, что этот макияж понравится. Хоть этот понравится, если тот не нравился, никому может этот хоть понравится. Я же все стараюсь. Растушевываю. Ой, наоборот, не растушевываю. Не растушевываю. Все. Что мы еще не сделали? Мы не сделали с вами тени. Тени. Поехали. А где тени? Тени. Тени. Вот где? Ага. Итак, вот наши тени. И что я хочу сделать? Обычно. Обычно, обычно, обычно. Обычно. Моя любимая кисточка. Растушевочная. Обычно мы наносим. Лично я наношу. Растушевочной кисточкой. Темная. Вот здесь вот. И чуть-чуть немножко под низом. Да? То есть, во внешних уголках. И сверху. Сейчас мы сделаем во внутренних уголках. И снизу, понимаете, да? Темную. Сначала... Да, вот. Ну, темную. Все. Я беру сразу самые темные, которые у меня есть в палетке. Икраш. Боже, какой кошмар. Сыночка, если ты меня увидишь, такой ты вообще обомлеешь. Я не знаю. Ты лучше не зови меня. Ой. Вот так вот я где-то растушевываю чуть-чуть. Ну, вот растушевочка вот так вот пошла там поверху. И вот здесь вот чуть-чуть. Сниже. Делаю. А с другой стороны я все высветляю. Я взяла чуть посветлее как раз-таки тенью. Чтобы нормально высветлить. Беленькие такие из Адора. Мне нравятся они. Насыщенный пигмент, они светлый такой. Ну, вот здесь поднимем зон, там все высветли. Да, все высветли. У тебя сейчас вообще такая... Атасная просто. Вот так на Хэллоуин можно тоже к стучке пойти. Сыночка, в твоих интересах не звать маму. Пока она не умоется. Не снимет видео. В общем, здесь мы засветлили. А кто-нибудь когда-нибудь вот здесь вот высветлял? Ну, давайте попробуем. Видео наоборот. Только хочется в него здесь добавить блеска. Ух ты, смотрите. Можно и тут высветлить. Обычно мы высветляем сверху, под низом брови. А сейчас мы высветлим сверху бровки. Света дадим. Над бровью. Так. А под бровью что мы сделаем с вами? Правильно. Затем мы. Затем мы с вами вот этими вот... Ой. Брови стали... Ну, еще шире. Вот так вот, значит. Может быть. Вот так вот. Ну и что? А, куда осталось? А тушь? Тушь. Верх... Значит, я практически верхние, нижние не крашу реснички. Чуть-чуть их. Ну, сейчас я их даже не буду красить. Потому что у нас все наоборот. И я буду красить только нижние. И обычно я крашу их немножко. Сейчас постараюсь накрасить сильно. Лишь бы в глаза тушь не попало. Всегда хотела вот так вот красить. И просто не переживать, что я переборщу. Ну, в общем, так. Это у нас не сто слоев туши, поэтому оставим так. Губы, 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 губы. Губы, губы, губы. Мои любимые губы. Ну, смотрите. У меня есть палитра. Ну, что обычно? Обычно я губы крашу каким-нибудь натуральным, розовеньким цветом. Ну, бывает красным крашу, да? Но сейчас же нам надо делать все наоборот. Сын. Нам-то надо наоборот... Ой, не смотри на меня лучше. Он смотрит. Зай. Ты маму узнаешь? Не обращает внимания особо. Ну, смотрите. Вот какими я не крашу, так это черными. Губы я не крашу. Поэтому я предлагаю накрасить черными. Раз это видео наоборот, я предлагаю накрасить черные губки. Черные губы. А, ну и, соответственно, наоборот, мы сделаем здесь сплошную сверху, а вот эта вот выемка, ямочка, сделаем ее снизу. Давайте со сплошной комнатной. Блин. И обычно я крашу чуть больше, а надо было бы сейчас чуть меньше красить. Блин, блин, блин. Ну, мы же с вами ничего не убираем. Черт. Ладно, давайте тогда ничего не убирать и начнем. Ну что, губки такие, типа, маленькие, да? А еще мы никогда не делаем с вами вот так. Я считаю, что мир должен немного улыбаться. Что-то мы какие-то грустные. Что про нас за границей говорят? Что в России все такие злые, на ногу наступил, не извинился, а за границей все. О, сори, как дела? Та-та-та. Всегда улыбаются, даже плохое настроение. Давайте немножко европизируем. Натянем улыбки. Будем добрее друг к другу. И даже если нам что-то не нравится, мы не будем прям-таки высказывать свое мнение. Потому что большинству людей на ваше мнение наплевать. Боже! Итак, что осталось нам сделать? С макияжем мы закончили, но нам надо теперь маечку попередить. Сзади, наперед. Задом наберет, да наизнаночку. Швы вот они, швы, 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 швы. Ну, еще что мы можем сделать наоборот? Волосы. Собрать, например, хвостик. Обычно хвостик у нас где? Какая красота. Обычно хвостик мы делаем сзади, мы сделаем его прям вот здесь. на лбу. Прям вот где-то вот тут. И обычно мы сделаем, делаем его где? Посредине, а мы сделаем его сбоку. в общем, я все сделала наоборот, мне кажется. фишка в том, чтобы реально все сделать наоборот. фишка в том, что мы сделаем наоборот. Фишка в том, что мы сделаем наоборот. понимаете? фишка в том, что мы сделаем наоборот. фишка в том, что мы сделаем наоборот. фишка в том, что мы сделаем наоборот. но вот она порекомендовала и сказала, что он очень классный, и у нее заметно уменьшились черные точки. я вам скину фотографию, и кому интересно, попробуйте. кто вот ищет, может быть, черные точки, убирает, ищет какие-то средства, попробуйте, потому что она сказала, что это прям просто супер-пупер еще и фикс-правь. все, мои хорошие. пока. мяу мяу мяу